А если ты сейчас поставишь лайк и подпишешься на мой канал, то тебя будут преследовать удача 10 лет. Ну, а если не поставишь лайк и не подпишешься и не нажмёшь на колокольчик, то ты будешь неудачником целых 10 лет. Поэтому подписывайся и ставь лайк. Спасибо! Здарова-здарова, дорогие друзья! Ты на канале Меланфонг, а в этом видеоролике мы с тобой проведём тест на знание Мелан Плейграунд. В зависимости от набранного от тобой количества баллов будет зависеть, насколько хорошо ты знаешь Мелан Плейграунд. Что ж, давайте начнём. Но перед началом видеоролика я хотел бы сказать огромное спасибо. Вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. Если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то тебе нужно просто подписаться на канал, поставить лайкосик, написать топовые комментарии о трёхствах и более. Ну и посмотри видеоролик от начала и до конца. Условия довольно простые, не забывай также подписываться на обязательно телегу. Условия простые, выполняй их и попадай в мой следующий выпуск. Приятного тебе просмотра! Но только обещай не подглядывать, какой NPC третьим по счёту стоит в меню Мелан Плейграунда. То есть, когда ты заходишь в меню Ливинг, и кто там стоит третьим? Я думаю, вопрос понятный и очевидный. Ну а теперь даю 15 секунд на размышления. Вопрос довольно простой. Все верно, ты ответил. Третьим по счёту был Корн. Но очерёдность такая. Сначала идёт Мелан, потом идёт Тывыкова, потом идёт Корн и потом идёт Эппл. Если ты ответил верно, то ты получаешь баллы. Если же нет, то балла ты не получаешь. И не забывай записывать и подсчитывать свои баллы. Идём дальше. Следующий вопрос тоже довольно банальный и простой, но всё же не задать его было бы тоже странно. Когда вышла первая версия Мелан Плейграунда? То есть, когда она вышла в принципе? Я тебе даю 15 секунд, и время пошло. Ну а первая версия, официальная альфа-версия, вышла в 2021 году. Пиши в комментариях, если ты ответил верно. Ну вопрос в принципе был простой, но идём дальше. Не забывай записывать свои баллы. Ну а следующий вопрос звучит следующим образом. Правда ли в Мелан Плейграунд существует или существовало когда-либо раздел медицины? Тебе даю 15 секунд. Да, в одной из версий это было, но спустя некоторое количество времени этот раздел всё-таки убрали. До сих пор все игроки не понимают почему, но честно говоря, для меня это было тоже достаточно странно. А правда ли, что Мелан Плейграунд выпускают сразу две студии? Не забывай записывать свои баллы, и я тебе даю ровно 15 секунд. Ну время вышло. Это правда, но правда с подвохом. Вопрос был изначально с подвохом, точнее. А это случилось потому, что Мелан Плейграунд случайно удалили из игры. Точнее даже всю студию удалили из игры. И поэтому пришлось создать студию под новым ником, чтобы была возможность зарегистрировать обратно Мелан Плейграунд в плеймаркете. Вот такая вот курьёзная ситуация произошла у разработчиков. Ну переходим к следующему вопросу. Ну и какое последнее официальное название компании разработчиков Мелан Плейграунд? Время пошло. Ну а правильный ответ 27 студио и 27 написано цифрами, то есть 27. Раньше было 27 студио, только 27 было написано словами. В общем, как-то так. Ну и вопрос только для самых шарящих. Какое официальное название разработчиков в Мелан Плейграунд только на айфон? Вопрос реально сложный. Мне кажется, я бы его не отгадал. Но это только для самых шарящих. Ну время вышло и правильный ответ Юрий Подвалов. Не знаю почему так. Вот скриншот. Это правда. Ну, наверное, это какой-то человек, который адаптирует Мелан Плейграунд на айфон. В общем, тут непонятно. И есть как есть. Переходим к следующему вопросу. Ну и последний вопрос на сегодня. Какой ник у официального разработчика, то есть генерального директора в Мелан Плейграунд? Я тебе даю 15 секунд на заключительный вопрос. Ну и правильный ответ, конечно же, наш всем любимый слезь. Ну и на этом мой ролик подходит к концу. Сейчас мы подсчитаем ваше количество баллов. И я скажу про игрок или не про игрок ты. Ну, давай подведем итоги. Если ты ответил всего на 1-2 вопроса, то ты новичок. И все еще у тебя впереди. Не расстраивайся, всему обучишься. Не все сразу. Все приходит с опытом. Если ты ответил на 2-4 вопроса, то ты средний игрок. Ты уже достаточно давно, но не настолько, чтобы ответить на самые сложные вопросы. Но все же ты можешь назвать себя человеком, который шарит за Мелон. Если ты ответил на 5 вопросов, то ты реально уже шарящий игрок. Но все же не все еще достижимо. Еще немного впереди. И тогда ты будешь просто проигроком. Ну и если ты ответил на все вопросы верно, то ты реально проигрок, который знает абсолютно все в этой игре. Ты уже миллионы триллионов лет живешь на этой планете. Тебе все уже и так понятно. Ты как глубокий старец, который идет к реке. С трезвым разумом, ведь он уже миллионы триллионов раз преисполнился в своем самопознании. Ему уже мир этот абсолютно понятен и интересен. Но вы дальше идите ждать свои обновы. Этот проигрок уже все и так все понял. Ну а вы ставьте свои лайки. Ну и я пошел. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И помню, дружище, как всегда, увидимся на днях. Субтитры сделал DimaTorzok